Вот уже на протяжении многих месяцев Галина Кудрявцева и её коллеги работают с 8 утра и до полуночи, практически без выходных. Они – сотрудники клиникодиагностической лаборатории КБ-50. Именно им участковые и врачи скорой помощи приносят биоматериалы, чтобы узнать точный диагноз – заразился ли человек коронавирусной инфекцией. За день через руки специалистов проходит более 500 мазков на COVID-19. Здесь есть аппараты, которые распознают вирус на любой стадии. Если даже вирус попал в одну клетку, и организм сумел с ним справиться, вот найти эту частицу здесь мы сможем. Но, возможно, человек, вот это бессимптомное носительство, так называемое, доза была слабая, то есть инфицирующая, не массированная. И организм заразился, так скажем, одна-две клетки, и организм справился с этим, просто тихо, спокойно. Вот что будет при повторном заражении, тут не факт, что действительно не сможет заразиться, потому что, возможно, организм не наработал того ответа, какой надо. Раньше в лаборатории проводилось около 10 тысяч анализов в год, но пандемия диктует свои правила. Только за сентябрь здесь провели более 7 тысяч исследований. За один раз поставить в обработку можно 46 анализов. Результаты получат через 6 часов. За смену удается сделать около 4-5 таких постановок. Лаборант упакован в защитный комбинезон с головы до ног. Он единственный, кто может находиться в боксе. Перед началом работы все инструменты и поверхности протираются спиртовой салфеткой. Каждая пробирка и наконечник берутся исключительно при помощи пинцета. Чтобы выявить коронавирус, специалистам необходимо воссоздать в лабораторных условиях процессы, которые происходят внутри клетки человека. Берется набор ферментов, полимеразно-цепная реакция, вот эта самая полимераза. Значит, берутся РНК и происходит такая вещь, как воспроизведение специфического участка ДНК, который характерен только этому вирусу. После полученный результат отправляется в соседний бокс. Следующий этап распознавания вируса проводится с помощью специального оборудования. Вот это просто ламинарный бокс, в нем мы берем реагенты, садимся сюда и раскапываем все. А вот этот прекрасный аппарат – это амплификатор, где происходит многократное копирование ДНК. Дальше на экране появляются кривые, которые понятны только сотрудникам лаборатории. И теперь им предстоит проверить полученные результаты. Мы должны, мало того, что программа пишет, что положительно, что отрицательно, что прошло, что не прошло. Мы еще должны сами здесь это все оценить, отсмотреть, заполнить все таблицы, отправить. Полученные результаты отправляются в Центры гигиены и эпидемиологии в отдел профилактики инфекционных заболеваний. Здесь работает всего шесть человек, но они выполняют одну из важнейших задач – отслеживают контакты заболевших COVID-19. Всех лиц, которые выявлены с положительными результатами, мы на бумажном носителе регистрируем. Что это значит? Мы регистрируем в журналах, мы регистрируем по месту проживания, детских садов и школы по месту посещения. Зарегистрировав, выписываем каждое эпидемиологическое расследование каждого очага в случае коронавирусной инфекции. Выписав это, мы узнаем телефоны. Если их нет в направлении, мы узнаем телефоны и должны вызванивать каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выявить контактных, находящихся в очаге с больным коронавирусной инфекцией, узнать данные, кто проживает в данном адресе, чтобы снять их на карантин. Такая работа – один из наиболее эффективных методов остановки распространения пандемии. Но, к сожалению, не все жители города понимают это. Кто-то, когда берет телефон и бросает трубки. Когда мы начинаем вызванивать по телефону, не все адекватно реагируют на наши вопросы. С чем это связано, непонятно. Мы каждый раз, когда дозвонимся по телефону, представляемся, откуда мы, кто мы. Мы узнаем эти данные не ради собственного интереса, а для того, чтобы снять контакт на карантин, чтобы они у нас не были источниками, в последующем, для окружающих, для заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас все врачи, независимо от специализации, работают, не покладая рук в условиях пандемии. Нагрузка на них с каждым днем только возрастает. Но помочь им может каждый из нас, просто надев маску и соблюдая социальную дистанцию.